Экономить сейчас приходится студентам и сотрудникам Иркутского аграрного университета. Им задерживают стипендии и зарплаты уже несколько месяцев. На завтра назначена акция протеста, но сегодня наша съемочная группа побывала в ВУЗе и выслушала мнение заинтересованных сторон на сложившейся ситуации. Из этих дверей завтра студенты выйдут на митинг перед зданием Иркутского аграрного университета. А сегодня площадку оценивает один из организаторов акции, председатель правкома Сергей. Необходима большая площадь, ведь ожидается около тысячи участников. Студенты, которые не получили стипендию за два месяца. Это почти половина всех учащихся в университете. 1100 человек у нас получают академическую стипендию примерно, и порядка 500 человек получают социальную стипендию. Эта категория граждан, социально нуждающихся и максимально социально должны быть защищены. Среди них, конечно же, также есть дети, оставшиеся без попечения родителей, дети-сироты, которых более 100 получаются в нашем университете. Для многих стипендии единственный источник существования. Без денег остались и те, кто получал выплаты за достижения в учебе и общественной работе. Речь идет о разных суммах, от 2 до 20 тысяч рублей на человека. Незначительные задержки случались и раньше, но не на такой срок. Мы получаем деньги на стипендию от нашего учредителя. У нас учредитель Министерства сельского хозяйства Российской Федерации. Ввиду того, что мы бюджетная организация, бюджет нам приходит поквартально, и, соответственно, стипендии тоже приходят поквартально. Наверное, бюджет и дальше продолжает еще формироваться. Но, соответственно, возможно, с этим связаны какие-то небольшие задержки. Деньги на выплату стипендий поступили накануне, но когда они дойдут до студентов, пока непонятно. Счета университета заблокированы. В подвешенном состоянии остаются и сотрудники университета. У них ситуация еще хуже. Зарплату не получают с декабря, а некоторые и вовсе с ноября прошлого года. Как нам сообщили в региональной инспекции труда, к ним поступил целый ряд жалоб от работников аграрного университета. По всем фактам проводят проверки. Часть из них уже завершена. Виновных в задержке зарплаты лиц, их имена не разглашают, привлекли к административной ответственности. Погасить задолженность обещают к концу месяца. Работники университета обещаниям пока верят и протестовать не собираются. А вот студенты, несмотря на появившиеся надежды, отказываться от проведения митинга не хотят. Для них это единственный способ быть услышанными и привлечь внимание к своей проблеме. Алена Полоненко, Михаил Глызин. Новости по будням. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров Н.Александрова Корректор А.Егорова